привет зритель вчера я купила себе одно приобретение для кухни у меня похожие есть от мулин x а это у нас от редмонд отрезан у меня вообще ничего не было я почитала в интернете всякие отзывы когда искала кое-что приспособление для того чтобы сделать арахисовую пасту и чтобы машинка не грелась чуть помощнее чем мой мулин x который на 800 ватт и в итоге сподобилось что поняла что мне нужен погружной тоже блендер что если бы мой мулин x был чуть-чуть помощнее то вообще было бы все ништяк но мулин x к сожалению 800 ватт и он греется осознание того что ему приходится молоть арахис пасту тут у нас редмонд расширенная гарантия 1 плюс 1 я пока так не не смогла на своем клаве сделать это счастье ну там есть ссылка специально до россии компьютере пока еще не заходила по этой ссылке чтобы понять как можно расширить эту гарантию магазин гарантию 12 месяцев на аппарат а сам редмонд и дает еще вот бонусом 2 русская серверсная книжка если вы не получили требуемое качество обслуживания сервис обращайтесь головной сервисный центр по контактным телефонам указанных на условиях гарантийного обслуживания мне его вчера проверили магазине люкс потом печать вот тут поставили даже малюсенькая скидочка у меня там было ну как у меня есть карта накопительная там какие-то копейки валялись а вот мне предложили либо продолжать копить эти копейки либо списать и накинулось мне примерно столько же сколько и списалась в принципе ну так я там бываю крайне редко исключительно то вот покупала последний раз там сука уже малку дельта потом цитрусовой измельчитель марта ну и сейчас внезапно редмонд р английская вот такая вот похоже на букву я русскую только в обратную сторону речь похоже на русскую и бе похоже на русскую в тире 2 967 двадцать девять шестьдесят семь блендер вообще он стоит две тысячи две тысячи семь но мне он обошелся в 190 тысяча девятьсот пятьдесят девять рублей девятнадцать пятьдесят девять такая сумма интересная мне кажется мне что-то уже было на эту сумму по крайней мере остатки вот такие девятьсот пятьдесят девять в общем блендер за тысяча девятьсот пятьдесят девять рублей в днс по моему он стоит две тысяча девятьсот девяносто девять рублей в общем в люксе он на 8 рублей дороже но как бы это какой-то особой разницы не играет 15 октября он у меня куплен у меня чек гарантия они отдельно как бы были пакетик мне его засунули положу пока на окно ну и мне его как бы посоветовали сказали что он помощнее в принципе помощнее хотела и я хотела вот чисто саму эту взбивалку без всяких там измельчителей миксеров и прочего потому что все это у меня есть миксер мария советский когда-то у него была блендерилка такая но я ее родственникам отдала после того как у меня появился стационарный блендер браун потом мне все-таки эту штучку она понадобилась мне подарила подписчица лена из минска-москва как раз вот мулинекс но вот теперь у меня есть такая же на мулинексе 10 скоростей 800 грамм весит ну отдельный ролик про него есть кому интересно посмотрите в плейлисте технические наверное обзоры или что-то такое по крайней мере я постараюсь ссылку дать в ролике она будет такой буковке и если смотреть на монитор то в верхнем правом углу редмонд экологи серия экологичная серия от редмонд блендер р р р б ну я могу читать на смешанном английско-французском общем lander r hb 2967 от перегрева и от перегрузки двойная защита двигателя если вы какие-то странные звуки вам кажется вы услышали с той стороны то это у меня код входит в одно место по нужде режим turbo и насадка блендер 1300 ватт в общем тут 1300 ватт у меня 800 я думала что денег 1000 1200 вот так вот максимум как раз в 1000 100 ватт и вот он случился 1300 ватт мощность которая мне нужна как я считаю после прочитения кучу всяких инструкций по применению приготовления пасты арахисовой дабы блендер не грелся я хотела чтобы была какая-то вот защита от перегрева или перегрузки но тут как бы два в одном двойная защита двигателя от перегрузки и перегрева максимум можно использовать до трех минут ну и он как бы дает потом дать ему передышку какую-то там три минуты пользуешь пять минут отдыхают но если уж совсем вдруг внезапно что-то случилось то он сам как бы отключится как гласит история или легендов и уже через 60 минут только сможешь ему снова пользоваться только через час он включится сам я читала отзыв на этот блендер именно вот с этой ситуацией причем на сайте dns в общем тут две скорости одна просто как бы включение она дает 800 ватт и другая которая как бы turbo она дает 1300 ватт в подобной комплектации есть похожая штучка только там в общем у нас еще насадочка миксер это вот сбивалка и насадочка измельчителя с чашей но оно мне как бы не нужно мне сначала его предложили вообще сначала увидела бошевский какой-то блендеры погружной но он оказался аккумулятор всего лишь 600 ватт и как было мне сказано очень давно не кстати никто не покупает и как бы не советовали мне его я объяснила на что мне надо какую примерно мощность и мне посоветовали минут такую и ибо в наличии под мои параметры была именно такая штучка объяснили как ее скрывать скажем так тут нажимаете на кнопочки она достается но я в сети прочитала 11 отзыву из-за которого я обходила redmond стороной но не всегда умные люди не да не всегда умные люди пишут отзывы и как бы его не ругали ничего этот ручной блендер р-hb 2967 но был скану шутипа вот человек тоже пытался делать по арахису и что-то у нее не вышло с ним но я почитала другие отзывы поняла что в принципе зря я к нему так странно относилась а тут у нас можно сделать смузи на общем картинки такие вообще можно сделать все что угодно что обычно делается с помощью такой блендерной насадки тут я говорю говорю но не открываю я его еще не открывала вот с того как не упаковали вот он это пластиковая у него также как бы у мулинекса у меня у линекса тоже пластика вот такая штучка а сама сталь и ножи соответственно тоже из стали мне что удивило я не обращала внимание тут с одной стороны как бы остренькая заточена а с этой стороны смотришь на нож и он кажется как бы вообще никакой я упаду подобное видела у некоторых таких погружных блендеров я думала как же он это будет работать если он только с одной стороны но на самом деле остренько у него с другой стороны как бы может стать вот так вот руками на тыльная сторона и наружная сторона напоминает он вот так же принципе может не настолько глубокий как вот у мулинекса можно даже в принципе попробовать сравнить да он без стакана просто вот этого штучка я считаю что в принципе это нормально за такие деньги именно вот за такую сумму такая машинка без никто без всяких дополнений он стоил чуть подороже в начале года и у него был стаканчик стаканчик кстати жив вот тоже в принципе вот здесь вот чуть чуть побольше чаша получается и немножко чуть-чуть потолще музыкальный да но в принципе они похожи этот одевается немножко по-другому как бы прокрутить а тут до защелкивания ничего нету у меня тут леет конус лаванды фирмы хэм потому что у нас такая погода сегодняшнего дня похолодание и меня очень дико тянет спать я борюсь со сном потому что сейчас только еще пять часов вечера он упакован в пупырчатую пленочку возможно он чуть потяжелее хотя возможно нет но здесь у нас пластиковый корпус и вот эти кнопки redmond экологии серия ну и можно сделать вот супчик помидорка нарисована виноград то бишь можно фрукты измельчить можно какие-то напитки делать одна кнопка легко нажиматься вторая кнопка точно так же легко нажиматься соответственно здесь ничего не пора кручиваться в отличие от муриных со нормально номинальная в 800 ватт максимальная 1300 ватт сделано в китае блендер на самом деле я еще не читала об этой фирме хотела посмотреть ну что узнать вообще кто изначально ее делать кто ее придумал скажем так но в отличие от того нечто недоразумение чтобы в отдельном ролике которая перед этим покупала и она даже не включилась сделанная в китае для россии я считаю что если это допустим китайская марка она сделана в китае то вот у меня китайская марка huawei я к тому виду что если есть какая-то там фирма которая делает непонятно где и не может даже проследить сама лично руками пощупать для все это вот производство то это по большей части фуфло вот довольно легко защелкивается и сейчас попробуем снять я читала отзыв один что тянешь тянешь руками никак не снимешь опять же хочу сказать мне иногда ощущение что люди пишущие отзывы на какие-то продукты девайсы кухонные они или немножко с головой не дружат и я не знаю пишут это вот лишь бы написать потому что все вполне удобно вот наклеечка двойная защита сейчас просто протестирую после ознакомлюсь инструкции и уже хочу протестировать его в действии как бы покажу что он может у нас какая-то типа рекламка sky market раскрутим эту белую штучку тестово включим вот так оно работает у нас но сейчас я просто пока временно извлеку из розетки отсоединю можно даже вообще это справиться одной рукой нажимать на эти клавиши держите она снимается я подозреваю что он наверно надо до первого применения слегка окатить как обычно делается со всякими такими девайсами для кухни которые предназначены для еды обсушу и уже насыплю сюда арахис который был приготовлен еще для того блендера и я покажу его в действии так что не переключайтесь вот я ее мыла посушила арахиса посыпала и почему я с хвостом и фартуки не знаю как вы ребята но когда готовишь кушать все-таки лучше когда ваши волосы убраны хотя бы хвостик если они той длины чтобы сделать хвостик потому что еда с волосами но лично мне это как-то не очень я думаю попробовать сначала на скорости 800 а потом уже вот на более мощно перейти и я даже думала сначала бананы измельчить но как-то их надо чистить а эти уже готовые начнем наш эксперимент вот это мне это удлинялка надо это все таки хотя эксперимент удачный надо это все таки наверное стаканчик пересыпать как бы у меня есть специальная штука в которой я делаю практически все но мне сейчас совсем чуть-чуть арахисовой пасты сделанной за счет измельчения блендером браун и вот этой вот муриной ксиной практически а сам и возможно только громкие звуки были да я уточнила действительно две-три минуты можно пользоваться потом давать минимум пять минут отдыха внезапно я поняла что я нажимаю уже на эту насадку которая тысяча 300 ватт бьет не конечно можно у меня тут арики выпрыгнули я понимаю что лучше было делать той или в том месте где есть вот эта крышечка я думаю где-нибудь может заказать такую крышечку который вот так суешь на раскрывается и вот вам счастье на измельчителе марта я обычно включаю таймер на телефоне на том еще телефоне сейчас вот на этом включим знаете мы его только часы секундомер ну он секундомер называется его таймер называю процесс пошел я думаю можно помочь ему ложечкой たрана ул и ином так Смотрите продолжение в следующей части. Вообще вот здесь он уже готов практически, но более молотый. У меня есть очень громкие соседи, которые иногда зависают на улице в нескольких метрах от дома, но так смеются, будто они стоят рядом со мной. Смех продлевает жизнь. Просто до щелчка. То бишь можно нажать просто до щелчка, а снять вот только, чтобы снять, надо обязательно будет нажимать на кнопочки. Иначе вы не снимете. Продолжим наш эксперимент. В узкой местности придется часто ложечку пользовать. Хотя возможно можно уже перейти в тарелочку. Может о более крупных кусочках уже нет, чтобы они летели в разные стороны. И да, в принципе он не тяжелый. Я думаю можно даже сейчас пересыпать уже сюда. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Ну, изначально я склонялась сначала к погружному блендеру, потом насмотрелась видео и подумала, что, наверное, лучше иной блендер. Но практика оказалась иная. Можно, если ускорить процесс, до щелчка просто нажать на эти же клавиши и воткнуть уже так плавно более, чуть плавно резко. Оно более жидкое становится. На мулинексе у меня так не получалось. Но вообще, когда первый раз у меня все равно с пропусками орешков получилось с большим отдыхом мулинексом греться быстрее в этой консистенции, паста ракисовая, то она через какое-то время, когда постояла, стала более жидкой. И вот как раз ролик, который, один из роликов, что я смотрела, как раз говорила, что в итоге чуть-чуть готовая паста постоит, там даже несколько часов или там полчасика, она уже становится более жидкой по консистенции. Без всякого добавления других ингредиентов. Ну, в смысле, масса там дополнительная, чистого пара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь, конечно, не очень удобная емкость, если бы я делала с плоским дном, то мне бы не прожилось вот там под краем соскоблять. Или как-то еще иначе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и, соответственно, я думаю, орешки были бы полностью избитыми. Что здесь, где попало, где не попало. Но все равно результат мне как бы нравится. Ну, и я чуть позже просто засниму, как оно постояло и что с ним стало. Чуть более поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая масса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и то, что застряло, осталось. А, скажем так, не застряло, осталось, не снялось там. Вполне себе работоспособный блендер. Ну, конечно, там советуются какао, не какао, а эти бобы сушеные. Я вот сегодня разбирала свои сушеные бобы, бобон засушенный. Измельчать это действительно не с руки, это не суда. Лучше в стационарный блендер. Кофе зерна. Для этого есть кофемолка у меня. Она есть. Если у вас нет, то можете приобрести, и у вас будет кофемолка. Ну, и какие-то уже супер особо твёрдые предметы, в смысле продукты. А арахис же он более быстро так и отдаёт масло, и более мягкие, относительно других каких-то вещей. Ну, и, в принципе, я покупала из-за арахисовой пасты. Я, конечно, это не снимала, но у меня случилось как-то случайно. Случайно случилось, да. Практически масломасленное, это бананы. У меня тут на окне лежало два перезрелых банана. Ещё два перезрелых банана, ещё более перезрелых. Я убрала ещё вчера в холодильник, чтобы они уж совсем не помёрли. Я делала на первой скорости. И сейчас думаю немножко короба сюда засунуть и перемешать. Посмотрим, что будет. А здесь у меня я добавила к тем остаткам той арахисовой пасты. Арахис, который у меня остался на сковороде. И тоже вот немножко измельчила. Плюс добавила ещё потом виноградного сахара. Потрясла. Оно у меня скаталось местами в комочки. Примерно так же бывает скатываться в комочки, но уже в процессе измельчения в стационарном блендере браун. Ну а здесь вот у нас, смотрите. Но он уже ещё более маслянистый стал. Ещё может чуть-чуть постоит и будет ещё более маслянистый. Конечно, оно неравномерное получилось в этот раз. Больше всяких кусочков мелких остаётся. Менее кусочков остаётся, но более густое получается. Вот мулинексом. Но вот мулинекс греется. Я ещё думаю, что это действительно из-за того, чтобы поверхность не очень ровная была. Тут как бы округлая эта тарелочка, такая пиалочка, можно сказать. Ну или что-то в этом роде. Да-да, это та самая пиалочка, в которой я когда-то делала мыльную основу топила. Её вполне себе можно помыть потом, учитывая, что мылом обычно моют посуду. Ну, раньше, по крайней мере, мылом мыли посуду. И, в общем, вот я в ней иногда делаю салат, и сейчас просто использовала в качестве тары для измельчения. Если бы я здесь измельчала, то оно было бы более равномерно промолото, потому что как бы дно ровное, и можно это задеть. И сейчас я уже снимаю на руке. Я думаю, особой проблемы не будет, если будет видно только мои руки. И сейчас я в этот банан положу немножко крова. Крова сильной обжарки буду использовать. Немножко беру при этом столовую ложку. Тут где-то треть столовой ложки. Ух, не знаю, втирают ли в руки порошок короба сильной обжарки. И я буду первооткрывателем. Сейчас будем смешивать. На первой скорости. Хотя в этом плане подошло бы столовую ложку. Для бананчика тогда. Второй sécurité. Вопрос. Транк. Минhouse. Транк. 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 Соз Hallo. Транк. вот что у нас вышло можно попробовать это конечно не банан с какао банан с сильной обжарки коробом но довольно интересная вещь выходит ну да он пробивает конечно это очень практически перезрелый банан на две трети он был более такой супер зрелый мягкий и может быть и любой глендер я думаю с ним справился но хорошо так пробивает довольно быстро наша маслянистая жидкость не жидкость маслянистая масса да вот на дне где совсем так округло там встречаются орехи но все-таки он их пробивает в массу в арахисовую пасту так что в принципе можно ее соорудить наверное такой вот обзор у меня будем заканчивать всем спасибо за просмотр ну и можете поделиться в комментах чем вы измельчаете арахис для пасты либо какими-то еще идеями рецептами если встать в удобную пузу то бишь сверху а не сидя то вполне себе удобно ее делать ну соответственно с перерывами на пять минут иногда чуть подольше если отвлекаешься вполне себе паста арахисовая я как бы смешала то что была у меня в чашу до миксера с той которая изначально тут избивалась а но она соответственно немножко сладкая вот уж там виноградный сахар в одной части был ну и да минус конечно что на ложку доставать но в принципе в стационарном там тоже надо помогать чем-нибудь бендеру доставать ложкой или чем таким когда она на дно заваливается плюс стационарном все же у меня не настолько мощная тот который не родился скажем так у него на самом деле вот ну был такой конкретный минус было бы тоже наверно довольно проблем доставать очень низ такое расстояние то даже и до дна довольно приличная так что вот редмондом можно сваять арахисовую пасту если делать ее с умом всем пока так 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 Продолжение следует...